Здравствуйте! Это программа «Право знать». Мы обсуждаем острые темы и проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего региона. Ежегодно в мире 1 марта отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Органы прокуратуры традиционно принимают активное участие в предупреждении и противодействии распространению наркомании и наркоугрозе. Как ведется эта работа в регионе, мы поговорим со старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры области Вадимом Шумовым. Здравствуйте, Вадим Александрович! Здравствуйте! Ну и смотрите, давайте-ка начнем с того, что все-таки значит наркоугроза. Что это такое наркоугроза? Какие основные правовые акты регулируют правоотношения, связанные с противодействием этому негативному явлению? Наркотики – это не просто вещества, начащие вред здоровью. Они стремительно и зачастую необратимо разрушают здоровье человека, а также личность. Решение проблем наркомании является на настоящий момент наиболее значимой. Ответственность за незаконный оборот наркотиков предусмотрена как уголовной, так и административной ответственностью. Конкретные задачи, стоящие перед правоохранительными органами, а также органами государственной власти, определены стратегией государственной антинаркотической политики до 2030 года, утвержденные указом президента Российской Федерации, от 23 ноября 2020 года, номер 733. Скажите, а какие антинаркотические итоги на сегодня уже имеются? Как я уже сказал ранее, наиболее строгая ответственность за наркопреступления предусмотрена уголовным законодательством. По итогам 2021 года количество выявленных правоохранительными органами наркопреступлений возросло на 1,4%. В абсолютных цифрах это составило 2666 преступлений, из которых 1672 преступления – это преступления, связанные со сбытом наркотиков. Особое внимание правоохранительными органами уделяется противодействию распространению наркотиков посредством сети интернет, так как оно в настоящее время является наиболее распространенным. В апреле прошлого года правоохранительными органами был задержан гражданин Республики Узбекистан, который в том числе организовал на территории города Саратова интернет-магазин «Алик Ватсап», который занимался распространением наркотиков путем оборудования тайниковых закладок. Наркотическое средство «Герай». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 4 килограмм подконтрольных веществ. Кроме того, не следует забывать о преступлениях, продуцирующих распространение наркотиков. По итогам 2021 года на территории области посещена деятельность 17 наркопритонов. Выявлено 23 преступления, связанных с склонением к употреблению наркотических средств. Вот как раз вы сказали, что больше таких случаев в молодежной среде. И, наверное, очевидно, что употребление наркотика, человек не сам решил попробовать, и все. Либо его подтолкнул кто-то на это действие, либо на слабом, может быть, взяли. Бывает и такое. Вот за то, что человек провоцирует другого человека употреблять наркотики, есть какое-то наказание? Да. Уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за склонение к употреблению наркотических средств. Она предусмотрена статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации. И что понимается под склонением к употреблению наркотиков? Это понуждение лица. Причем под понуждением понимаются абсолютно разные формы, так скажем, предложения употребить наркотики. Это могут быть как уговоры, угрозы, либо какое-то иное давление. В данном случае лицам необходимо знать, что предложив употребление наркотиков, он уже совершает преступление. В данной статье законодателям предусмотрено различные виды наказания при совершении обычного склонения к употреблению наркотиков. В данном случае это будет предложение попробовать. В санкции статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность до лишения свободы. Если будет установлено в ходе расследования уголовного дела, что предложили употребить наркотик под угрозой, соответственно, наказание будет более жестче. И оно будет составлять от 5 до 10 лет лишения свободы. Если же в ходе расследования будет установлено, что в результате употребления наступила смерть, либо иные тяжкие последствия, то законодателям предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Вадим Александрович, вы сказали, что распространение наркотиков зачастую происходит путем так называемых закладок. И у меня в связи с этим такой вопрос. Случается, что молодые люди в стремлении заработать берутся именно за эту работу. Ну, подумаешь, один раз сделаю закладку, получу деньги и все. Но я так понимаю, что и за это тоже предусмотрено наказание. Да, вопрос действительно злободневный. В настоящее время нередко в интернете появляются объявления о возможности подзаработать. Причем данные объявления оборачиваются в красивую обертку о том, что необходимо взять свертки и развести, так скажем, их по определенным местам. Возможно, значит, не все люди понимают то, что раскладывая данные свертки по определенным местам, они совершают преступления, которые в соответствии с уголовным законодательством квалифицируются как сбыт наркотических средств. Санкция статьи 228.1 Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность за сбыт наркотических средств. Максимальный размер наказания предусматривает до пожизненного лишения свободы. В зависимости от того, дошел ли, так скажем, товар, наркотическое средство до покупателя, либо нет, закладчик несет ответственность либо за оконченный состав преступления, либо за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Лица, работающие в интернет-магазинах по незаконному распространению наркотиков, должны понимать, что они, осуществляя данную деятельность, становятся членами организованного преступного сообщества, за которое предусмотрено очень серьезное наказание, как я уже сказал, от 22 лет до пожизненного. Поэтому, прежде чем заняться данной деятельностью, конечно же, необходимо подумать. Еще такой вопрос, смотрите, не секрет, что в аптеках можно без рецептурное приобретение сильнодействующих лекарственных препаратов. Вот какие меры для контроля принимаются в данной ситуации? В прошлом году общественной организацией «Антидилеры» совместно с работниками прокуратуры проведены рейды по 59 аптекам, расположенным на территории как города Саратова, так и Саратовской области, в результате которых были выявлены нарушения, связанные с безрецептурным отпуском сильнодействующих веществ. Данные нарушения были выявлены в городах Энгельсе, Саратове, в Ленинском заводском районах города Саратова и в ряде районов области. Работники аптечного бизнеса в связи с выявленными нарушениями были привлечены к административной ответственности. Кроме того, между прокурорами внесено 10 представлений об устранении нарушений закона, связанных с распространением лекарств, обладающих психоактивными действиями. У меня еще такой вопрос, который, кстати, волнует многих граждан. Что делается для того, чтобы не допустить совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков? Ну и какая профилактическая работа проводится? Основной группой риска, как я уже сказал, является молодежная среда. Поэтому усилия правоохранительных органов прежде всего направлены на проведение просветительской работы среди молодежи. Для привлечения самой молодежи к этой работе в 2020 году создан антинаркотический киберпатруль, в состав которого вошли студенты СГЮА, СГТУ, а также техникумы СГТУ имени Гагарина. С учетом проведенной их определенной работы в Роскомнадзор направлено 48 заявлений о блокировке наркотических контентов. Проводятся различные акции, проводится работа в школах как с родителями, так и с педагогическим составом. В марте 2021 года сотрудниками УНК ГУМВД России по Саратовской области организован флешмоб «Я против наркотиков». Приняли участие в данном флешмобе более 40 учебных заведений. Помимо этого, активную роль в профилактической работе, связанной с противодействием наркомании, осуществляют и органы прокуратуры. В 2021 году органами прокуратуры проведено почти 800 просветительских мероприятий антинаркотической направленности. Это и лекции в образовательных учреждениях, и выступления в СМИ, и на интернет-ресурсах, и подготовка к социальной рекламе. Вадим Александрович, я знаю, что вы хотели еще обратиться к нашим телезрителям, но у вас есть такая возможность. Уважаемые жители региона, незамедлительно обращайтесь по всем ставших вам известных фактам незаконного оборота наркотиков. Это вы можете сделать, обратившись на телефон горячей линии прокуратуры Саратовской области по телефону 49 66 78. Кроме того, на территории города Саратова и районов города Саратова в общедоступных местах, это рынки, здания районных администраций, находятся ящики для анонимных обращений о незаконном обороте наркотиков. Кроме того, вы можете обратиться с заявлением о незаконном обороте наркотиков непосредственно в прокуратуру Саратовской области, либо в территориальные отделы полиции. Вадим Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию и так подробно отвечали на наши вопросы. Нашим телезрителям я напоминаю, что вы тоже можете задать любой интересующий вас вопрос сотруднику прокуратуры области. Для этого нужно отправить его на почту info.saratova24.tv или нам в инстаграм и следить за ближайшими выпусками. Это была программа «Право знать». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова